Я приветствую всех на Кухне для Всех домашние постные рецепты. И сегодня у нас рецепт как раз таки постный. Сегодня мы будем готовить котлетки из цветной капусты. Для приготовления котлет нам конечно же потребуется цветная капуста, нам потребуется репчатый лук, нам потребуется долька лимона, нам потребуются овсяные хлопья, нам потребуются панировочные сухари и нам потребуется мука, в нашем случае овсяная. Ну и конечно же куда без соли и перца. Первым делом нам нужно залить кипятком наши овсяные хлопья. Накрываем их блюдечком и оставляем минут на 10. Мы как раз за это время сделаем все остальное. Мы берем нашу цветную капусту, разрезаем ее на такие вот дольки-четвертиночки, ну чтобы поменьше они были. У нас уже нагревалась вода, она практически закипела, уже были рыбьи глазики, это говорит о том, что температура примерно 90 градусов. Мы отправляем сюда наши соцветия. Подсаливаем воду. Выжимаем дольку лимончика. И сюда же ее отправляем. И отправляем обратно на плиту нашу кастрюлю. После того, как у нас закипит, варим примерно 5 минут и снимаем. Наша капустка сварилась, мы уже ее сняли. Она у нас лежит на тарелочке и остывает. А мы тем временем порежем лучок. Нам нужно его мелко порезать. Отправляем в емкость, где у нас будет замешиваться фарш на наши котлетки. Отправляем сюда в настоявшиеся в кипятке овсяные хлопья. Отправляем сюда муку. Вот так вот ее рассыпаем. Чуть-чуть перчим. Но здесь по вашему вкусу, кому как больше нравится. Солим. Аналогично. Все по вашему вкусу. И теперь берем нашу цветную капусту и мелко-мелко ее нарезаем. Не надо ее отправлять в блендер, в мясорубку. Нам нужно ее просто мелко на кубике порезать. Цветную капусту мы порезали. И теперь нам нужно перемешать так вот осторожненько, не сильно надавливая наш фарш. И теперь сформуем котлетки. Ну, точнее, для начала сформуем такие вот шарики. Я смочил руки и доску, чтобы не сильно прилипало. Теперь мы берем наши шарики и валяем их, посыпаем со всех сторон панировочными сухарями. Мы обваляли наши колотки из капусты в панировочных сухарях. Наливаем на сковороду уже разогретую маслицу. Смотрите, варианта два. Если у вас нету колец, как у меня, то вы можете сразу форму котлетки придать и так вот ее обжаривать. А я вот захотел через колечки сделать, поэтому накатал вот таких вот шариков. Смотрите, теперь что я делаю. Кладу кольцо на сковородку. Кладу в него шарик. И теперь вот так вот приминаю. Оп, снимаю. У меня получается вот такая вот котлеточка. Берем следующий шарик. Приминаем. Хоп, котлетка. Вот такая вот у нас получилась история. Буквально по паре минут с каждой стороны обжариваем. Ну, в зависимости от того, какой толщины они у вас получились. В общем, нам надо их обжарить и снимаем на тарелочку. Ну что, вот такие вот у нас получились котлеточки. Постные сами котлетки. Но я не пощусь, поэтому я себе вот сметаночки положил к ним. Ну, а вы уже на свое усмотрение сами действуйте. Давайте попробуем. Пахнут они, конечно, очень интересно. Ммм, а вкус вполне тоже. Чувствуются овсяные хлопья в своем привкусе. Лучок дал нужную сладость. Ну и, конечно же, цветная капуста. Она берет на себя всю основную массу вкусов. Потому что это основной агредиент. Вот такая вот получается история. Надеюсь, я вас хоть чуть-чуть удивил этим блюдом. Вот. И если вы поститесь, вам такие котлетки понравятся. И вы обязательно попробуйте их приготовить. И гостите ими своих родных и близких. Ну, а нам ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, если вы еще это не сделали. Ну, и всячески нас поддерживайте, распространяйте видео. В общем, участвуйте в жизни нашего канала. Мы рады абсолютно всем подписчикам. Даже тем, которые кряхтят, ворчат и нас критикуют. К вам тоже отдельное спасибо. Ну, а на сегодня всем пока. До скорых вам встреч. Поститесь. Постом приятным. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok